Всем добрый день! Вы на канале Любимая Дача, Иркутский район. Сегодня 6 октября. Я еду на дачу. В городе погода была пасмурная, но осадков не было. И вот чем ближе к даче я подъезжаю, тем погода хуже. У нас 1 октября всё было засыпано снегом. Сейчас местами здесь снег лежит. На даче с 1 октября я не была. Сейчас посмотрю, как там. И всё вам покажу. И вставлю кусочек видео от 1 октября, какая у нас была зима на даче. Вот так наш участок выглядел 1 и 2 октября. Нас завалило снегом. Вот такая сейчас у нас обстановка. 6 октября на даче снег идёт. И он ещё лежит местами на улице. Сейчас у нас сфокусируется 1 градус тепла. В городе плюс 6 градусов тепла. У нас почти 0. Снег у нас, смотрите, не растаял. На крыше у нас зима. Вот так. И здесь на газоне тоже снег лежит. Сейчас покажу вам, что с той стороны. Прям снегопад. В городе погода хорошая. Ну как, хорошее солнышко. Нет, но нет ни дождя, ни снега. У нас даже крепость сохранилась, которую дети построили. 1-2 октября у нас всё полностью было завалено снегом. Вот такую крепость они здесь построили. Ну вот так сейчас выглядит участок. И сейчас пойдём в теплицы. Посмотрим, что в теплицах происходит. Сугруб остался. Герани замёрзли. А петуни ещё более-менее. Герань, вот видите, какая совсем она. Не выдержала заморозков. А петуни ещё, ну, держатся даже. То есть у нас по ночам минус 4, минус 6 уже. Снег лежит, не тает. Приехала поработать на даче, но даже выходить не хочется. Так холодно, снег идёт. Ну, пойдёмте посмотрим, что в теплицах. Птички поют, несмотря на погоду. В этой стороне участка как-то снега поменьше. Здесь потеплее грядочки мои. Вот так выглядят они. Лисам. Остатки лисам. А герани тоже здесь замёрзли, когда под снегом были. Посмотрим, что... Ну, герани все погибли. Видите, как здесь в петунии тоже не очень себя чувствуют. Всё. Надо всё убирать. Убирать, наверное, буду выходные. Потому что сейчас на улице некомфортно работать. Ноль градусов. Заходим в теплицу. В теплице, видимо, работают обогреватели. Да, они сейчас включены. Тепло идёт. Я рукой чувствую. Они у меня настроены на плюс 10 градусов. Регулятор просто не делает. Меньше я бы сделала на плюс 5. Посмотрим, какая температура. Температура на где-то 12 градусов. Редиска у меня здесь изошла. Я не знаю, успеет она вырасти или нет. Я опоздала с посевами. Потому что мы переделывали здесь грядки. Укладывали греющую ленту. На следующий год. И посеяла как будет, так будет. Рукола, шпинат. Я сейчас что сделаю? Сейчас я это всё полью. И накрою укрытым материалом беленьким. Может что-то вырастет. Может быть нет. Обычно я сею редиску где-то в первых числах сентября. А здесь у меня получилось уже в пятнадцатых числах сентября. Поэтому так поздно. Ну и холод пришёл рано. У нас ещё никогда первого октября такого снега не было. Обычно бывает у нас первого, второго октября бывает плюс 15 температура. А сейчас вот стоит холодная такая погода. Лето было очень холодным. И осень пришла очень рано. Купила на Вайлберрис вот такой градусник. Стоит он 332 рубля. Буду пробовать измерять температуру грунта. С красной вот такой шишечкой. Его будет хорошо видно. Недорогой спиртовой термометр. Термометр для измерения температуры почвы. Пойдёмте в томатную теплицу. В бочке плавает огромная льдина. То есть там вода замерзала. Я от жёлоб обычно подставляю, чтобы бочка не переполнялась. Чтобы не разорвалась и собрала. Вот так у меня лежит снег на клубнике. А я поливаю редиску в теплице. Но я ещё раз повторяю, что это эксперимент. Поздно я никогда не сажала её. Но попробую. Раз уж посадила, попробую за ней поухожать. Полью и укрою. Вот так укрою грядку зеленью. Я, конечно, всё понимаю, что может это всё и не вырасти. Никакой подогрев грунта сейчас, конечно, я включать не буду. И даже, скорее всего, я выключу вот эти инфракрасные обогреватели. То есть днём, когда будет солнце в теплице, и так тепло, хорошо. Ночью вот эта укрывнушка. Но если не будет сильного мороза, она поможет сохранить зелень. За день теплица нагревается, грунт тёплый. И, ну, не будет, значит, не будет. Это эксперимент. Всё, вот так оставляю до выходных. Вот этими укрывашками я всегда пользуюсь весной, когда сею редиску. И зелень в теплицах всегда так же закрываю. Всё. И у меня всё очень хорошо растёт под этими укрывнушками. Посмотрим, как сейчас будет. Оставляю до выходных. Вода на улице у нас до мной уже закрыта. Теперь только вот такой водой могу пользоваться. То, что в бочке с крыши набирается. Снежок так лежит. Заходим. Здесь один обогреватель у меня щёлкает. И вот слышно, что он включен. Зелень на улице, конечно, помёрзла вся. Так, а здесь у меня на плюс 15 настроено. Здесь вообще замечательно в теплице Африка. Это порубленная горчица. Здесь горчица не порубленная. И вот остатки томатов. Но они не замёрзли. Они не замёрзли, но и не краснеют. То есть им холодно. Всё, надо собирать, видимо, так, как есть. Укладывать их на хранение. И тогда, может быть, они ещё покраснеют. Ну, хотя опять вот нам на выходные обещают до плюс 12 тёплую погоду. Суббота, воскресенье, понедельник должны быть тёплыми. Поэтому, ну, сейчас, сегодня, конечно, я ничего убирать не буду в теплице. Потому что холодно двери открывать. Чтобы самой мне не замёрзнуть. А чериков ещё очень много. Вот, смотрите, златовласка, сколько много их. Вот. Ну, немножко они начали менять окраску. Я же все тогда, все-все собрала. Не было у меня жёлтеньких. Ну, а так уже всё не краснеют помидоры. Заканчивается их жизнь. Нужно всё убирать. Таким образом сейчас выглядит теплица. Выходные все эти кусты, наверное, я буду уже убирать. Соберу остатки помидоров, которые здесь у меня есть. Они не замёздли, с ними всё нормально. Всё хорошо. Горчицу порублю. А в той теплице всё-таки попробую я сохранить. Вдруг октябрь, если будет тёплый, тогда мы можем мы ещё и редиски покушать, и зелени. Всем хороших урожаев. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за комментарии. Всего хорошего.